Ladies and gentlemen, this is the moment you've all been waiting for! AC League Proud represent the main event of the evening! Five rounds in ACA, lightweight championship of the World and Grand Prix, quarter-final! Представляю вам официальных лиц, your officials! Главный судья, Head George, Магомед Магомедов! Судьи у клетки оценивают этот чемпионский бой! George is at cage side, scoring this championship bout! Артур Шайхов, Фарид Нагаев, Александр Папандополос и Андрей Ковалев! Ваш судьях-нометрист, your timekeeper, Амир Гетина Магомедов! И со звуком сирены, рефери в октагоне! And when the siren ends, your reverend judge, Дмитрий Валтуевич! Итак, дамы и господа на трибунах! Миллионы фанатов ACA во всем мире! В прямом эфире сорены спортхола Колесей! Главный бой вечера! Бой за титул чемпионом вина! Дамы и господи, и господи, и миллионы ACA фанатов во всем мире! Лайф, Роколизиум, Спорсхол арена! The main part of the Eamling! The championship part of ACA! Представляю вам, саверников! И первым президента, временного чемпиона мира в легком весе! It's a 2001 fighting out of the blue corner! The interim champion of the world, the challenger! Ему 31 год, рост 172 см, вес 70 и 75 сотых килограмма! Профессиональный рекорд! 19 побед, 7 поражений! Ladies and gentlemen, he's 31 years old, standing 172 см tall, official weight 70.75 kilos! His professional record! 19 victors and 7 defeats! Дамы и господа, встречайте! Из Нальчика России! Вот он! Мохаммед Коков! А вот и его соперник в красном углу октагона! Действующий чемпион мира ACA в легком весе! And his opponent across the cage, fighting out of the red corner, the champion! Бойцу 34 года, его рост 175 см, вес 70 и 35 сотых килограмма! Профессиональный рекорд! 19 побед и 2 поражения! Ladies and gentlemen, he's 34 years old, standing 175, sentimental strong, official weight 70.35 kilos! His professional record! 19 victors and 2 losses! Дамы и господа, приветствуйте! Из грозного России! Действующий чемпион мира ACA в легком весе! He's the reigning, defending ACA, lightweight champion of the world! Абдул-Асиз! Лев Абдул-Фахабов! Парни, вы профессионалы, правила знаете, внимательно слушаем мои команды! У вас 5 раундов по 5 минут! Покажите красивый! А главное, честный бой! Руки пожали! По углам! Главное событие турнира ACA 164 начинается прямо сейчас! Титульный бой в легком весе! Обладатель временного пояса Мухаммед Коков против чемпиона постоянного Абдул-Асиза Абдул-Фахабова! 5 раундов по 5 минут! Квинтэссенция бойцовского вечера! С большим удовольствием мы готовы начинать! Не спешит вперед Коков и сразу же Абдул-Асиз обозначает преимущество! Аккуратно подбирается все длиже Абдул-Асиз! С 2015 года он не наступал в Грозном! Позвало быть просто какое-то кошмарное количество времени! Ну, так сложились обстоятельства! Немного поддавливает пока без ударов Абдул-Асиз! Ищет возможность для того, чтобы попасть! Абдул-Асиз раскачивает! То левый, то правый угрожает по очереди! Но тут как будто бы до первого удара идет поединок, а потом уже подраскроется! Вот, собственно, первое действие от Абдул-Асиза! И какой опасный Абдул-Асиза! Правый снизу! Красава! На сумасшедшей скорости влетел! Но возможно будет искать свою борьбу Мухаммед Коков! Полетел вперед с ударами! Теперь прессинг с его стороны! Убирается все ближе! Здорово! Увернулся здесь от ударов! Но клинч! И очень опасные колени Абдул-Асиза! Начинается борьба! Но долго она, видимо, не получится из клинча! Колено! Хотел выбросить Абдул-Асиз! Довольно большое количество боковых ударов от Кокова! Но все по защите! Абдул-Асиз! Азиз! Азиз скандирует трибуны! Очень аккуратно подходит Коков! Здорово! И тряхануло, кажется, Абдул-Асиза! И еще с правой! Что идет борьба! Нет, оказался здесь! Лизуна на стиле! Докрывает Коков! Абдул-Вахабова! Да, подзадышал немного! Видно, что сейчас необходима ему небольшая пауза для того, чтобы восстановиться! Но и Коков здесь сразу же пауком сверху напрыгивает и начинает плести свою паутину! Пытаясь законтролировать и перевести! Да, у Мухаммеда Кокова действительно прям вторая молодость! Очень круто он выглядел в бою с какраном Диаса! И сейчас проблем с мотивацией у него, конечно же, никаких нет! Когда предоставится второй шанс завивать пояс! А вот здесь, смотрите, удушающий какой берет Абдул-Асиз! И вкладывается... Неужели попался вот так вот Коков? Вкладывается в него Абдул-Асиз, но дышит! Обратите внимание на живот! Он постоянно ходит туда-сюда! Это значит, есть еще пространство для дыхания! Да, смотрим! Верит, верит в этот сабмишен! Обладает Абдул-Акабов! Да, удушение Ниндзи не пройдет! Пока не пройдет! Посмотрим, что будет дальше! Бросил эту затею Абдул-Акабов! Здорово работает локтями! Еще впервые он применил это, когда с Арнавским! Дрался за пояс и в пятом, в четвертом раунде, если мне не изменяет память, он добавил эти локти и просто шокировал публику! И было большим... Большой неприятностью для Арнавского вот этот элемент! Кстати говоря, переговоры с Александром Арнавским продолжаются! И вполне вероятно, он вновь окажется в лиге ACA! Плюс ко всему не будем забывать о еще одной вывеске этого боя! Это первый бой нового Гран-при в легком весе! Предыдущий выиграл, как многие из вас знают, Эдуард Вартанян! Абдул-Азиз! Который теперь не на контракте! Абдул-Азиз! 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 Вот так возле угла! Оно, конечно, несопоставимо! Постарался подработать корпус и прибрать ногу Кока! Изнутри закидывает левой рукой тяжелые удары! Там работает ногами Абдул-Азиз! И раунд завершается! КОНЕЦ! 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 ТАР-ХАНД РАУМ ВТИН! 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 Чемпионский пояс. Появляются в клетке. В Лиге ИСЕЙ больше нет временного чемпиона в легком весе. Есть только постоянный. Его зовут Абдул Азиз. В Лиге ИСЕЙ теперь только один чемпион в легком весе. И у него есть имя. Это Абдул Азиз, Абдул Вакабов. Дамы и господа, время остановки боя. Минута и 55 секунд второго раунда. Дамы и господа, у нас есть время. 1 минута и 55 секунд в раунду 2. Техническим нокаутом добивание. Одержал победу. И остается чемпионом мира. ACA в легком весе. Отправляясь в полуфинал Гран-при. Абдул Азиз. Лев Абдул Вакабов. Абдул Азиз по-прежнему на коне. Он выиграл в этом поединке и пояс по-прежнему у него. Насколько вы можете для Абдул Ахабова. Такого, мне кажется, колизей не слышал никогда. В 8 лет ты не дрался в Грозном. И сегодня ты возвращаешься с победой. Чемпионский пояс снова здесь и следующая стадия Гран-при. Какие эмоции у тебя сейчас? Ассаламу алейкум, Грозный. В первую очередь я бы хотел поблагодарить главу Чеченской республики Рамзана Ахмадовича. Да, конечно, свои стены, как говорится, помогают. Я пахал 3 месяца, чтобы не подвести свою публику в своем родном республике. Максимально выкладывался. И, Алхамдул Ла, все получилось. Просил Всевышнего, Всевышний дал нам. Также хотел поблагодарить своего президента клуба Абузаида Висмурадовича. Руководство Лиги, Майербека, Адама, всех. Сегодня у меня была очень большая поддержка в углу. Был Адам Кадыров. Поэтому я не мог подвести свою команду. Также хотел всех моих болельщиков, земляков поздравить. С днем города. От души. Ахмад Сила Аллаху Акбар. Друзья, дайте максимального шума Абдул Азиз. Абдул Вахаба. От души. Также хотел гостей своих, которые приехали из далека, с арабских стран, со всего СНГ. Хотел их поблагодарить. Спасибо всем. Турки, братцы, от души. Саламу алейкум. Ваши аплодисменты Абдул Азизу и слово Адаму Дилимханову. Саламу алейкум. Саламу алейкум. У нас много гостей сегодня на нашем мероприятии. В честь завтрашнего дня, великого дня, великого сына. Поэтому на нашем языке скажу, а все остальные, я думаю, поймут. Рамзан. После этого в начале вважный момент, я желаю вам свою вкладку, какое-то хорошее дело. Но я хочу сказать, что я делаюсь, я всё вам было вам проектом, я ударю一直 в силу для себя. Я хочу сказать, что я не могу сделать в полный день. Просто вернувшись у Ч� 2004 года, я буду задерживать войну на войну. Я не могу сделать много сил. Поэтому оно не должно быть. Ну, что мы в нашем мире? Может быть, мы должны быть, в этом мире? Ведь в общем-то в нем то, что мы должныagиться на землю в этом мире. Мы должны быть спиртой, в первую очередь, мы должны быть спиртой, как мы всегда будемhечь себя, что мы должны быть спиртой. В этих системах быть несчастливым. Но также дает земля, а также в течение дня для завода и страны. Считается, что в России есть новые глупости, с четырех тысяч рублей, и для растений и с territorием, и для которых также есть сыр, и для своих людей. И для которых очень интересны. Существует к итальянными странами, и для всех детей можно найти тот проект. Рамзан, сегодня мы видим, что у нас турнир получился очень содержательным и крутым. Поэтому мы с Рамзаном непосредственно поговорили, и было принято решение сегодня определить два лучших боя, и мы сегодня обязательно эти два приза вручим. Еще мы все знаем, что в ближайшие буквально несколько часов будет день рождения у Рамзана Ахматовича. Рамзан Ахматович от лиги, от лично меня и от всей команды, да и от всех присутствующих. Мы вас поздравляем с днем рождения, желаем вам здоровья, удачи. Ахмат, сила, Аллаху Акбар. Присоединяемся к поздравлениям, еще есть несколько слов от Абдул-Азиза. Хотел, так как у нас нашего главы Рамзан Ахмат завтра день рождения, подарить этот поезд на день рождения Рамзана Ахматовича. Это у меня самый ценный подарок, хочу его вручить ему. Друзья, под ваши аплодисменты давайте проводим гостей. Также благодарим наших братьев с Кабардино-Болгарии. Всех салам алейкум, братьев. Большое спасибо, друзья. Аплодисменты Абдул-Азиза, Абдул-Ахабову, Майрбеку Хасиеву и Адаму Делимханову.